Это золотой директор, топ-лидер компании Reflame Казахстан. Кстати, поприветствуйте сразу Казахстан и все, кто из Казахстана. Так пока получается, я надеюсь, что мы это исправим. Вас не так много на наших мероприятиях, но у вас большие дружные команды. Надеюсь, что все-таки и до вас тоже дойдут трансляции с форума, и вы тоже сможете получать с этих мероприятий максимальную пользу. Итак, Казахстан мы все приветствуем. И, кстати, тот, кто не по Казахстану, вы тоже поаплодируете друг другу, потому что, возможно, а может быть так уже и есть, ваши команды разрастаются корнями во все страны. И, по крайней мере, именно этого я вам желаю. Значит, тема, с которой вы сейчас познакомитесь, она по-своему, я бы даже так сказал, волшебная. Сам лично одно время в этот вопрос окунался и очень интересно изучал. Я могу сказать, что то, что вы сегодня узнаете, позволит вам производить то впечатление на тех людей, то есть на людей, которые вы хотите. Вот кто из вас хотел бы, например, идти на встречу, и встречу своим потенциальным консультантом, партнером, может быть, да, и изначально, ну, скажем так, иметь какие-то дополнительные инструменты, расположить его к себе, расположить доверие или настроить на серьезную встречу, да, то есть или еще что-нибудь. А кто из вас, может быть, хочет сделать так, чтобы проходите вы, ну, сейчас зимние вечера наступают, да, попрохладнее, и хочется как-то вот не перегружая себя большими, объемными, такими одежкой тяжелой, но тем не менее согреть, как-то укутать, приласкать себя, свое тело. А кто хотел бы вот такими инструментами владеть? Или, например, в будущем вам предстоит лето, жаркая погода, и хотелось бы что-то сделать так, чтобы вам было свежо. Я некоторые фишки раскрываю, уже так намекая на то, о чем вам сегодня предстоит услышать, но я надеюсь, что вы сегодня получите инструмент, благодаря которому вы сможете окружать себя и притягивать к себе тех людей, которые вы хотите, и, возможно, даже отталкивать тех, кого вы не хотите. Потому что сегодняшняя тема, которой выступит Лилия Кутуева, это волшебные ароматы Арифлейм. Лилия является, ну, вообще признанным экспертом в Казахстане по ароматам Арифлейма, не раз принимала участие в качестве спикера на вебинарах, многих лидеров совершенно разных стран. И сегодня у вас есть потрясающая возможность узнать из первых уст у них все секреты, как можно работать и пользоваться ароматами Арифлейм, и как их использовать в бизнесе. Ну, что вам предстоит узнать, я пока сам не знаю, мне самому интересно, поэтому встречайте. Итак, Лилия Кутуева, топ-лидер компании Арифлейм Казахстан. Приветствуйте, Лилия, я вас подключаю к эфиру в этот момент и передаю вам слово. Секундочку. Все, вы в эфире. Да. Так, всем привет, я не знаю, как меня слышно. Поставьте, пожалуйста, мне плюсики. И пока вы ставите плюсики, спасибо вам за горячее приветствие, потому что я пока смотрела в чат, я себя почувствовала, знаете, такой желанный, такой долгожданный. От вас, вот правда, на огромном расстоянии, ведь огромная энергетика от вас всех, и вы прям согреваете мое сердце, это правда. А я пока смотрю на ваши плюсики в чат, хочу поблагодарить Александра горячо. Во-первых, он не меньше знаток, эксперт по ароматам, чем и я. Это мы успели друг у друга узнать. А мне было очень лестно и очень радостно получить вот такое приглашение на онлайн-форум, получить такую аудиторию на короткий срок. И мне бы очень хотелось быть вам сегодня максимально полезной. Спасибо вам, Александр, за ту огромную работу, которую вы делаете. Я почувствовала это при подготовке. Но вот правда, это вот только вершина айсберга, то, что видите, вы дорогие слушатели. Все, я по плюсикам вижу, что меня очень хорошо слышно, и я готова подключить свою презентацию. Так, видно мою презентацию? Как-то надо, чтобы я ушла с экрана. Презентация тоже видна. Все. Значит, ну это такой предварительный слайд, эпиграф. Немножко поясню чуть-чуть этот слайд. Я стала экспертом по ароматам в 2008 году, когда я выиграла конкурс для директоров. Это поездка во Францию, в столицу мировой парфюмерии, город Грасс. И я была не одна, у нас была делегация с 13 человек, ну со всего СНГ. И нам показывали производство парфюма от сырья, от сбора сырья до создания самой туалетной воды. Вот мы собирали жасмин. Создавали туалетную воду. Чуть-чуть зависает слайд, мне немножко это непривычно. Все было по-настоящему, по-взрослому. У нас были эссенции ароматов. Лилия, я тут включусь немного, чтобы вам помочь сейчас технически. Слайды видно нормально, хорошо, то есть, может быть, даже у вас задержка, но всем участникам они видны в идеальном. Так что не обращайте на это внимание, да, спокойно можете чувствовать, что у вас есть какое-то легкое волнение. Не переживайте, все классно, видно, здорово. У нас все было по-взрослому. Были у нас коробочки, были у нас бутылочки, мы создавали не просто композиции, мы давали названия этим композициям. И даже более того, в конце вот этого всего нам были вручены такие сертификаты, которые, наверное, подтверждают, что мы эксперты по ароматам. Честно сказать, на французском языке я не знаю, что написано. И все это время вместе с нами был всемирно известный парфюмер Бернар Алина. То есть, когда мы собирали сырье, когда мы создавали туалетную воду, и он делился своими знаниями, рассказывал, интересовался нашим мнением. Все это было безумно интересно. И, честно сказать, само по себе именно это, оно для меня стало такой красной чертой, границей жизни до Арифлейм и жизни с Арифлейм. Потому что, в принципе, можно купить поездку во Францию, билет Москлониться. В принципе, покупается эта экскурсия, парфюмерные фабрики, их там три, в Грассе. Они такую экскурсию, когда вы создаете сами аромат, они предлагают. Но я не знаю, сколько нужно заплатить, чтобы рядом с тобой стоял такой великий человек. То есть, вот это возможно только, наверное, в Арифлейм. Больше не знаю, где еще возможно. И вот с этого времени тема по ароматам, она стала мне сильно близка, хотя она была мне интересна всегда. Когда я пришла в Арифлейм, у меня были очень маленькие заказики. Я пришла для того, чтобы сюда просто пользоваться дисконтом. Вот это у меня парфюмерный стол, стол парфюмера, рабочий стол. И всегда я завидовала тем, у кого большие заказы, именно туалетной воды, потому что это хорошая прибыль, хорошая прибыль и хорошие баллы. Я всегда думала, боже мой, как вот у них это получается делать? Вот как же они вот собирают эти заказы? У кого была такая же проблема? Кто вот такой же, как я? Вот это то количество ароматов, которые должен знать современный парфюмер. То есть 3000 наименований он учит пока, перед тем, как начинает работать. Да, вот есть люди, которые вот, да, такую же проблему, как и испытывали. И для того, чтобы эта проблема у вас больше не существовала, рецепт успеха, получение больших заказов, чтобы вам заказывали наши ароматы, довольно-таки простой. Это полюбить, полюбить. Ну тут уж как повезет. Как только вы встретите свою туалетную воду, прям, чтобы сердце ваше затрепетало, чтобы у вас сразу было хорошее настроение, поверьте мне, ваши заказы увеличатся на порядок. Но если уж там не получается так встретить свою фаворитку, да, то хотя бы гордиться. И второй момент – это разбираться, то есть быть профи. Для того, чтобы вы гордились нашими ароматами, три факта. И для меня самой была новостью в этом году узнать, что оказывается наша компания третий по объему производства ароматов. О чем это говорит? У нас огромное количество потребителей. То есть не может же быть такого, что создаются ароматы, они выливаются на землю. Конечно, кто-то их покупает. Да, и представляете, за нас голосуют кошельком люди по количеству. Да, мы третий просто на месте, третье место держим. Они не могут ошибаться. Это значит, мы в тренде. Это значит, мы модные. Ну, значит, мы нужные. И это супер. Второй факт. С нами сотрудничают лучшие парфюмеры мира. И они, как лучшие парфюмеры, они создают ароматы класса люкс. И чтобы вы знали, один из них, вот Бернар Элина, здесь его нету на слайде, но он говорил. Понимаете, Пикассо – это Пикассо. У него хоть детские рисунки – миллион долларов, хоть взрослые картины – миллион долларов. Поэтому Элина – это Элина. Я стараюсь создать шедевр в любом случае, независимо от того, для какой компании я работаю. Потому что хоть я делаю для Диор, хоть я делаю для Рифлей, мой аромат, мой аромат, за ним будет стоять мое имя. А мое имя – это моя репутация. Она мне очень дорога. И поэтому в любом случае, в любом случае, я буду создавать шедевры. То есть вы должны это четко понимать, что вы предлагаете ароматы люксового уровня. А вот не сказали нам, кто первые две. Да, сказали, что мы третий в мире по производству ароматов. Ну и подтверждение того, что мы предлагаем лучшие ароматы и то, что с нами работают лучшие специалисты, это награды, которые получают наши парфюмы. Ежегодно вручается премия, аналог Оскара в парфюмерном мире, называется Fifi Эвардс. И вот эту премию мы забираем три года подряд. В 2012, 2013 и 2014 году. Очень надеюсь, что мы ее заберем и в этом году. У нас есть за счет чего это можно сделать. Ну а теперь о профессионализме. В нашей компании очень много туалетных вод. Порядка 50 женских и порядка 40 мужских. И на самом деле в этом многообразии очень трудно разобраться. А разбираться нам нужно. Дело в том, что у современного человека очень сложная проблема стоит. Это проблема выбора. Мозг современного человека не справляется с тем объемом информации, который он получает. То есть постоянно-постоянно что-то приходит вокруг нас, крутится и приходится выбирать. И американские маркетологи провели такое исследование, в результате которого доказали, что оказывается, если идет выбор из 40 номинований, покупка практически не происходит. Если количество номинований сокращено до 6, как ни странно, процент покупки намного больше. То есть наша с вами задача, когда человек обращается к нам за помощью, чтобы что-то выбрать, наша задача сократить выбор хотя бы до 6 номинований. Идеально до 2. И еще момент. Это уже поработали ученые-физиологи. Они доказали, что оказывается, в процессе выбора задействуются те же нейронные связи, те же участки мозга, что и при физической боли. Получается, что когда человек делает выбор, он практически испытывает физическую боль. А эту боль он испытывать не хочет. И поэтому тогда, поэтому когда очень-очень большой выбор, человек старается уклониться. Тем более вот эта тема аромата, она очень такая, скажем, загадочная. Этому на школе не учили. И людям не хочется показаться глупыми рядом с нами. И они стараются уклониться, в итоге не делают покупку. Бывает у меня, что встречаются клиенты, которые говорят, что я хочу понюхать все. В этом случае я иду на встречу, готовлю кофе, и мы начинаем нюхать все. Но я сразу знаю, что, скорее всего, в этот момент у меня не будет продажи. Другое дело, что наш бизнес информационный, и я к этому положительно отношусь. Я считаю, что люди должны иметь информацию. Но вот если человек не доверяется, я стараюсь из этого многообразия как-то 6 выбрать. Да, а потом выбрать как бы 2. И для того, чтобы вы могли выбирать, человеку выбор ограничивать, вы должны знать, что парфюмер получает задание, получает задание ни в коем случае не в виде описания парфюмерных нот. Можете их учить, что там в аромате содержится. Я, например, учить не стараюсь. Мне, например, тяжело запомнить, что там, не знаю, патч или ландыш, еще что-то. Парфюмеру то же самое. Никто не дает задание именно такое. Никто не посмеет ему сказать, что возьмите то-то, то-то, столько-то грамм, смешайте так. Это его работа. Он сам будет решать, что он будет брать и как он это будет делать. Задание парфюмер получает в виде картинок. Да, и мы видели эти картинки. Нам показывал Бернар Алина. Где-то порядка 9-12 идет. Он получает эту картинку, он пытается описать женщину или мужчину на этой картинке именно парфюмерными нотами. То, в чем он разбирается. Так вот, когда эти картинки составляются, бренд-менеджер, который отвечает за это, он отвечает сам себе на несколько вопросов. Первый вопрос такой. Для мужчины или для женщины создается аромат? Потому что, оказывается, мужчины пахнут более терпко, женщины более сладко. И такое разделение появилось не так давно, где-то полвека назад. Учитывается для брюнетки или для блондинки. Потому что, оказывается, брюнетки имеются в виду смуглая кожа. Да, не цвет волос, а цвет кожи. Оказывается, брюнетки пахнут более сладко, чем блондинки. И вам нужно это учитывать, когда ваша клиентка выбирает очень свежий легкий аромат. Потому что легкий свежий аромат может не держаться на смуглой коже не потому, что он плохой, а просто потому, что смуглая кожа своей сладостью будет его постоянно разрушать. Третий вопрос. Какого возраста ваша клиентка? Мы еще об этом поговорим. Для какой ситуации? Может быть, это для работы, а может быть, для встреч с друзьями, а может быть, для свидания, а может быть, для легкого флирта. Какой стиль одежды вы предпочитаете? Какой-то бизнес-стиль спортивный, может быть, вы в джинсах, классический, романтический, курит или нет, водит машину или нет. Очень много нюансов. Зато когда вы отвечаете на все эти вопросы, у вас в конце появляется конкретный образ конкретной женщины. И что-то, что-то... То есть это та картинка, которую мы с вами видим в каталоге. И что-то вы можете понять по картинке. Но, конечно, никто по картинке аромат не выбирает. Его все равно придется послушать, понюхать. Но вот кроме картинки, кроме картинки имеет значение сам цвет аромата и форма флакона. Эти правила, они одинаковы абсолютно для всех парфюмерных компаний, чтобы вы знали. Чем светлее и холоднее цвет парфюма, тем он свежее. Чем он краснее и желтее, тем он слаще. Чем более вытянутая форма флакона, чем больше она устремлена вверх, тем больше этот аромат предназначен для карьеры. И наоборот, чем более обтекаемая форма флакона, чем больше хочется вам этот флакончик взять в свои ладошки, погреть, тем больше этот аромат предназначен для соблазнения. Перекрученные сложные формы, скорее всего, у ароматов взаимоотношений. И квадратные формы, бывают такие формы флаконов, они характеризуют стабильность и благополучие. Имеет значение даже цвет упаковки туалетной воды. Если розовая упаковка, то скорее всего это классическая туалетная вода с ненавязчивым сладковатым ароматом для всех случаев жизни. Подходит для любого времени года. Вот у нас такой, например, аромат тендерли. Если желтая упаковка, то это скорее всего цитрусовый свежий аромат, ну или фруктовый, но тоже склонен к свежести аромат. Подходит для весны и лета у нас, например, такой митсамер. Красная упаковка у очень насыщенных или амбровых, или цветочных ароматов, которые подойдут скорее для вечера. Очень стойкие. Это вот Red Demi, Love Potion, вот такого плана. Оранжевая и коричневая упаковка, она встречается у шипровых, пряных ароматов, но иногда свежие цитрусовые. Подходит для спортивных девушек или для женщин с сильным характером. Вот Lady Ebony. И голубая упаковка – это легкий, свежий аромат с горчинкой, скорее всего, для энергичных, деловых женщин. Да, я сегодня буду говорить и про энидму, и про эклад. Так, мы говорили о возрасте. Значит, возраст от 15 до 25 лет характеризуется тем, что в этом возрасте девушка, ну и молодой человек, они определяются, чем они будут заниматься в жизни. Девушка решает, то ли она будет учиться и потом делать карьеру, то ли она будет заниматься семьей, то есть еще точно не знает. Она не знает, что идет из одежды, что идет из макияжа. У нее постоянно меняется внутри гормональный фон, из-за этого меняется настроение, и поэтому такая девушка часто переодевается. Именно поэтому для этой категории возрастной создаются ароматы, которые будут держаться недолго, 3-4 часа. То есть они держатся мало не потому, что плохие ароматы, это такая возрастная категория. Предполагается, что молоденькая девушка имеет все три на туалетном столике, все три, да? И вот она «Эклипс» использует на утро, «Сан» он более жизнерадостный, она использует в обед, и «Мон» она использует на вечер. Только девушка-брюнетка может использовать «Мон» на целый день. Он на ней звучит, он сексуальный, но на ней звучит более приглушенно. Аналогично «Айр», «Фар» и «Айс». То есть как минимум два должны быть одновременно на туалетном столике. «Айс» и «Айр» чудесно подойдут для учебы, для работы. Или если девушка-блондитка, да, такая светленькая, это подойдет ей на целый день. И «Фар» они подойдут замечательно для вечернего свидания, да? И опять же, если девушка-брюнетка, она может использовать его на целый день. При такой невысокой цене вот для этих ароматов у них удивительное время, да? Они держатся на коже больше шести часов, как бы это очень достойно. «Мисс О» – вот это как раз-таки категория от 20 и старше. То есть девушка стала старше, она уже знает, чего она хочет в жизни, больше определилась, и для них создает более устойчивые ароматы. Так вот, аромат «Мисс О» подойдет не только молодым девушкам, он подойдет клиенткам до 50 лет спокойно, включительно. Однозначно аромат ароматических отношений. Флакон такой, видите, обтекаемый, приятный. Девиз этого аромата – «Поухаживайте за мной». Обладательница этого аромата – она восходящая звезда, кокетка, ну такая принцессочка внутри их, ну независимо от возраста. «Вивасити» – то же самое, это такая же молоденькая, тоже модница, тоже кокетка, очень жизнерадостная. Ну знаете, у нее присутствует такая черта характера, как дерзость. То есть это она сама решает, чем она будет заниматься в жизни, потому что она очень свободолюбива, она стремительна, стремительна. И название «Жизнерадостность» ее привлекает все аспекты в жизни, жадная до жизни и пытается все попробовать. Вот это аромат «Вивасити». «Эльви». «Эльви» – аромат для той, которая ищет свою любовь. Я ее предлагаю как аромат для девушек, которые хотят выйти замуж, потому что этот аромат внушает мужчинам надежду на вечную заботу и счастье. Конечно, покупают его не только, скажем, незамужние девушки, его покупают и молодые женщины замужние. Однозначно, если они выбирают этот аромат, это женщины, для которых не просто семья на первом плане, у них муж номер один. То есть этот мужчина для них интересен, они хотят быть именно ему интересны, хотят удерживать его внимание, и аромат «Эльви» помогает им это сделать. «Воджер Вумен». «Воджер Вумен» – очень хороший аромат, здорово, что его дают с огромной скидкой уже несколько каталогов. «Воджер Вумен» выбирают бесстрашные, легкие, свежие и очень интуитивные. То есть женщины, которые в принятии решений полагаются просто на своё подсознание, на свою интуицию и часто бывают правы. То есть за счёт этого они прям близки к природе. «Хэппи Дизяк» – для той, которая хочет смеяться, которая много смеётся. На самом деле ароматы счастья пытаются создать каждая парфюмерная компания. И когда мы были во Франции в 2008 году, нам тоже дарили аромат счастья, и он содержал ноты зелёного чая. И вот наша компания тоже попыталась принять участие в этом соревновании, всё-таки создать аромат счастья. Провели исследование и узнали, что, оказывается, запах земляники вызывает у многих людей радостное настроение. Запах земляники и жасмина. Так вот, этот аромат прямо для таких людей. Значит, энергичная, активная, общительная, любит всё яркое. Рядом с такими молодыми девушками всегда должны быть рядом молодые парни, и эти парни тоже должны приятно пахнуть. И мы начинаем с линейки «Глэшер». Поставила все их рядом. Переводится название как «Ледник», форма флакона как «Ледник». И «Синий Глэшер» в своё время был таким бестселлером продаж в наших ароматах, потому что он относится к группе ароматов кожаных. То есть он сочетается с запахом практически любой кожи. На любой коже хорошо звучит, хорошо раскрывается. Очень гармоничный очень такой. Подходит для клиентов от 20 до 50 лет. Вообще все «Глэшеры» – это мужчины подвижные, подвижные такие, более-менее спортивные. И если даже ему 50 лет, то это мужчина, и он выбирает «Синий Глэшер», это мужчина, который внутри мальчишка остаётся. «Глэшер Айс», белый глэшер, более жёсткий, более спортивный. Лицом этого аромата является олимпийский чемпион Евгений Плющенко. И я его так и предлагаю клиентам, как аромат олимпийского чемпиона. Но для новичков на сегодняшнем вебинаре я скажу, что за счёт тех денег, которые заработал Евгений Плющенко за участие в рекламной акции «Глэшер Айс», он и смог подготовиться к Канадской олимпиаде и там уже завоевал серебряную медаль. Мне очень приятно, что моя компания имеет к этому отношение. Немножечко. А наши парфюмеры оказались людьми с юмором и обыграли фамилию Плющенко. В сердце этого аромата находится нота Плюща. «Глэшер Атлетикс» – он ещё более жёсткий, ещё более спортивный, создавался в Пекинской олимпиаде. Если «Глэшер Айс» чаще покупают такие светлокожие мужчины, то «Глэшер Атлетик» – это или смуглый человек, или он старше 30 лет. И «Глэшер Рок» – новинка этого года. Это тоже свежий, тоже спортивный, но он одновременно ещё и весёлый, такой бесшабашный человек. Такой клиент выберет «Глэшер Рок». Очень удачная, мне кажется, композиция. «Глэшер Рок» поставила рядом, хотя это абсолютно разные ароматы. «Глэшер Рок» выбирает очень часто 20-летние клиенты. И я говорю, что «Глэшер Рок» – это смелый, свободный, стильный, сексуальный. Там всё, что можно найти на «Глэшер Рок». На «Глэшер Рок» я называю. На самом деле это было 8 парфюмерных нот. Это молодость плюс энергия, плюс смелость, плюс уверенность и решительность. У меня на самом деле есть и взрослые клиенты, старше 40 лет, которые выбирают «С8». Ну, значит, они обладают всеми этими качествами. Для меня аромат «С8» – это ещё и интеллигентный мужчина, знаете, такой ласковый. Вот это аромат «С8». «С8 Night» – это, я бы сказала, полная противоположность. Это однозначно взрослый человек, старше 30 лет, может быть, со смуглой кожей. Это знаток ночной жизни города. Ну, а кто у нас знает ночную жизнь города? Это абсолютно независимая личность, кот, который гуляет сам по себе. Никто ему не смеет сказать, когда ему приходить, и где он был, нельзя спросить его. То есть такая сильная, очень уверенная личность. Вот это аромат «С8». «С8» – это аромат «С8» выбирают 20-летние часто, то «С8» выбирают 25-летние. Аромат человека, свободного во всех отношениях. Не случайно на коробке нарисован паркурщик, то есть это человек, который свободно владеет своим телом абсолютно, но оказывается, это молодой человек, который не обделён вниманием девушек, он встречается, но не готов жениться. И моим клиентам очень нравится именно эта интерпретация этого аромата. «С8» – бестселлер-продаж. Мне кажется, если бы в нашем каталоге было бы ничего, только «С8», мы всё равно бы делали свои объёмы, которые мы должны делать. «С8» мне нравится переводится «привлекать», но я клиентам говорю перевод «возбуждать». Я говорю «возбуждать», и этим всё сказано. Мне кажется, сейчас такое время, все хотят друг друга возбуждать. «С8» оказался настолько модным, настолько современным, вот настолько он попал в тренд, это просто вот просто вау, и с 2010 года на нашей линии он существует, и всё это время просто вот каждый раз хит-продаж, каждый раз хит-продаж. И настолько удачный, что Китай обратил на него внимание. Я не знаю, как на ваших рынках, вот напишите. На нашем тоже появились подделки. Были в Узбекистане, были у нас на юге Казахстана, да, и вот уже в своём городе я тоже увидела за копейки. Но с одной стороны, наша компания очень льстит, что мы удостоились китайских подделок. Но с другой стороны, да, вот Агао людей тоже есть, значит, а с другой стороны, не может это радовать. И вот Excite Force, такое естественное продолжение, появился сила возбуждения. Он, на первый взгляд, довольно жёсткий. Ну, действительно, Дима Билан стал старше, но вместе с Димой стали старше наши клиенты. И возраст, он требует более жёстких нот. И как только он появился, я сразу стала предлагать клиентам, говорю, посмотрите, вот сейчас эта жёсткость, она развеивается, и остаются те же самые ноты сердца и ноты шлейфа. И когда клиенты мои это всё расчувствовали, мне кажется, они все поголовно перешли на Excite Force. У меня такое ощущение. Вот очень тоже удачный, тоже модный, как бы, ну вот, мода 2015 года. Так что нам повезло с этой новинкой. Да, вот где-то вот, да, за копейки его продают. И, наверное, мне кажется, ещё поэтому появился Excite Force, для того, чтобы, да, вот приостановить, да, сделать что-то другое, чтобы не было, не успели ещё сделать подделку. Новый аромат от Билана получил премию вчера. Спасибо, Людмила, я вот об этом не знала. Есть категория ароматов, которые относятся к офисным ароматам, которые очень здорово использовать на работе. Каким же должен быть офисный аромат? Он должен быть не агрессивно-сексуальным, то есть не должен быть, потому что если он будет ярко-сексуальным, он будет вызывать нездоровые предложения клиентов, он будет вызывать неприятные предложения от начальства, но вам это не нужно. Офисный аромат должен внушать окружающим, что вы энергичны, вы чисты в помыслах, вы, главное, неутомимы, неутомимы и думаете только об интересах окружающих. И вот всем этим пунктам соответствуют ароматы Митсамер, и мужской, и женский. Да, они могут использоваться для отдыха, на повседневку, в том случае, если вы находитесь в спортивном стиле, в джинсах-футболке. Да, и они могут идеально подходить для работы. Это в этом случае на вас бизнес-костюм, и знаете, вот прям очень-очень аккуратный белый воротничок. Подойдет не только для офиса, да, подойдет для проведения планерки, подойдет для того случая, когда вы идете на продажи. Если вы хотите, чтобы сегодня у вас все купили, все купили, вы должны пахнуть именно Митсамером. Он позволяет сосредоточиться на той теме, которая вам больше всего интересна. К этой же категории офисных ароматов, хотя это очень условно, я отнесла ароматы Мэнс Коллекшн. Предполагалось, что с самого начала, что оба эти аромата будут на туалетном столике мужчины, но клиенты все-таки разделились. Вообще, Цитрус Тоник – это аромат выходного дня, аромат на повседневку, когда вы в джинсах там находитесь. А Даквупс – это аромат банкетов, аромат вечера. Но вот клиенты все-таки у меня разделились так. Более молодые и светлокожие клиенты, они выбрали Цитрус Тоник, а более взрослые клиенты, там за 40, под 40, они выбрали Даквупс. То есть вот таким образом. Мьюз отнесла к этой категории, хотя это, конечно, аромат романтических отношений. Да, сам Флакон нам об этом говорит. Такая красивая шляпа, такое шикарное платье этого аромата. Но отнесла сюда, потому что он идет свежий, свежий, и в нем присутствует горечь фиалки. А горечь выбирают те женщины, которые, знаете, пережили какое-то разочарование в жизни, но они не сломались, стали за счет этого сильнее, сильнее и идут по жизни дальше. Вот только за счет вот этой горечи отнесла его к офисным ароматам. Очень красиво дарить его на подарок, но огромная коробка, которая так, ну, предвкушение большое испытываешь, когда видишь такую огромную коробку красивую. Ну и да, старше становится женщина, переходит в период, который называется стиль элегантность, роскошь, то есть это период уже 30 за 30 лет, становится более уверенной в себе женщина, четко знает, что она хочет, и поэтому для них создаются ароматы более устойчивые, которые будут дольше держаться. И вот открывает эту категорию ароматы тендерли. Розовый тендерли создавала женщина, парфюмер Эмили Копперман, мать четверых детей. И вот, ну, как бы, вот это наложило отпечаток на сам аромат. Тендерли выберут женщины, для которых семья на первом месте. Может быть, она и делает карьеру, но она никогда не будет ее делать в ущерб семье. Интересы семьи для нее на первом месте, для нее это очень важно. А для окружающих, та, которая выбирает аромат тендерли, она очень приятная такая женщина, и этот аромат, он подходит абсолютно для любых случаев в жизни, потому что он такой абсолютно ненавязчивый. Тендерли Промис, он такой более яркий, более такой, я бы сказала, шампанистый, что ли, потому что, ну, как-то звучит он очень так ярко-ярко. И выбирает его женщина, которая, скажем так, настроена на общение во мне, да, такая экстраверт, экстраверт. И он такой очень изысканный, очень стильный. И та клиентка, которая склоняется к выбору аромата тендерли Промис, можете ей сделать комплимент, сказать, что у нее вкус абсолютно королевский, потому что лицом аромата тендерли Промис является шведская принцесса Мадлен. Это большая честь для компании Айфлейн. Вот для меня отличие от тендерли и тендерли Промис в том, что тендерли Розовый, это, знаете, такая интроверт, вот внутренний мир для нее больше интересен. А вот тендерли Промис, да, голубой, это та, для которой больше интересен внешний мир, да, она немножко на показ себя ведет. Вот такая разница между ними. Люсия поставила тоже два аромата этих рядом, хотя они абсолютно разные. Люсия с самого начала была заявлена, как запах снега и зелени, и моя любовь к ароматам Айфлейн, она проснулась именно с этого аромата. Он для меня таковым и остается. Что с ним прекрасно, что при той сумасшедшей свежести, которой он обладает, он еще имеет такой гармоничный букет, который позволяет его удерживать даже на смуглой коже. У нас в Казахстане его очень сильно любят, и очень любят его на юге Казахстана, где очень много смуглых людей. И мне приятно, что там он дает прям, ну, сама замечала, трехметровый шлейф. Очень этим горжусь. Вообще выбирают женщины, для которых вот... У них в голове все ясно, все довольно просто, потому что она очень доброжелательная, она очень целеустремленная. Вот такая клиентка выберет аромат Люсия. Люсия Старлайт полностью противоположность. Она, знаете, как вот в обыкновенном чуде говорил министр, вы женщина привлекательная, я чертовски привлекательная, чего нам время терять. Вот Люсия Старлайт – это аромат, который о клиентке скажет то же самое. Для меня такая неприкрытая сексуальность. Я знаю, что я очень сексуальна, абсолютно не стесняюсь, и вообще я ее как бы на показ показываю. Вот это аромат ночной восходящей звезды. Люсия Старлайт. Беларе. Аромат женщины, приятный во всех отношениях. Он может быть и бизнесовым в том случае, если вы в бизнес-костюме. Он может быть ароматом романтических отношений. Здесь очень красивый флакон. Это в том случае, если вы одеты в платье с валанами. Потому что в сердце этого аромата находится роза, а роза, она усиливает психологизм в отношениях, то есть взаимопонимание между людьми. И женщина Валаре, она нравится абсолютно всем. И мужчинам, и женщинам. Они хотят рядом с ней находиться. Вот это аромат Валаре. Такой очень густой, очень насыщенный аромат. Аромат Дивайн. Аромат Дивайн – это аромат аристократки. Очень люблю предлагать мужчинам, потому что показываю, посмотрите, это же форма женского бедра этот флакон. Их всегда это завораживает. Дивайн выбирает клиентки. Вот голубой Дивайн – это точно. Выше среднего роста голубой Дивайн. Она или блондинка, или во всяком случае такая светлая. И этот аромат переводится «дивная», «божественная». Аромат для аристократки. Что отличает аристократку? Не то, как она одета, и не то, как она говорит. Аристократка отличает то, как к ней относятся окружающие. Если кто-то рядом еще не понял, что рядом с ним леди, то аромат Дивайн создаст очень достойную границу. Вот это Дивайн. То есть такая не просто королева, а вот прям вот. Дивайн Сеншуал – это аналогичный аромат, но уже для брюнетки. Очень красиво раскрывается. Я чувствую в нем черешенку. А вообще мужчины очень любят, когда женщины пахнут или ягодами, или цветами. И поэтому Дивайн Сеншуал, кроме того, что аристократический, он еще такой женственный. Дивайн Айдол, Белый Дивайн – это написано «Сказочная свадьба». Но для меня это такой гламурный аромат, она гламурная дива, очень уверенная в себе, не боящаяся показать себя вот прям вот подкрытую, такая очень ухоженная, прямая спина, очень величаво ступает. Вот это аромат Дивайн Айдол. Прекрасный, шикарный аромат. Ну, конечно, невеста его абсолютно достойна. Эклад. Давно у нас на линии переводится название «Успеховация» и выбирает этот аромат люди, которые уже добились успеха в этой жизни или, ну, как бы стремятся к этому успеху. Если человек добился успеха, он не будет кричать об этом на каждом углу. На нем дорогая одежда, без лишней мишуры, без дорогих тканей, и аромат он такой абсолютно не кричащий, очень интеллигентный. То есть вы подходите близко, приятно находиться рядом. Отошли, так, ну, скажем, три шага, он не чувствуется. То есть это аромат не давления, такой аромат компромисса. Эклад Уикенд. Белый эклад создавался, конечно, как аромат для отдыха. Но получился таким, знаете, там очень много нот и красная смородина, и водяная лилия. В общем, чего там только нет. И поэтому для нашего народа, он оказался и в пир, и в мир, и в добрые люди. Среди женских ароматов для меня является бестселлером продаж наряду с Voyager Woman. Я советую консультантам Арифлейм всегда иметь его так, ну, в запасниках, потому что требуется почти всегда. Когда не знают, что взять на подарок из женских ароматов, ну, боятся не угадать со вкусом, я всегда говорю, возьмите белый эклад, потому что угадаете в 95-99% случаях. То есть, я вообще не встречала людей, которым бы он не нравился. Это женщина Экла Туикен, знаете, которых хочется обнимать, хочется уткнуться в волосы и нюхать, нюхать и нюхать. Вот это Экла Туикен. Прекрасный аромат, как такая шикарная пашмина на женщине. Новинка этого лета это Май Найки Трус. Интересное название «Моя голая правда». Выберет его девушки, женщины, легкие на подъем, веселые и жизнерадостные. В нем и свежесть такая звучит, такая острая, но в нем есть и пудровые нотки, и поэтому он так для разной возрастной категории подойдет. Пудровые ноты выбирают женщины, которые любят за собой ухаживать. Такие вот женщины. Да, хорошо продается. Paradise. Ну, любимчик среди моих ароматов, фаворит. Для меня это аромат лидера Арифлейн, потому что он соответствует нескольким таким категориям, показателям. Пион в этом аромате позволяет проявиться женственности, которая так необходима в нашем бизнесе взаимоотношений. Жасмин, кедра, мускус, они придают ему богемный шик, и пожалуйста, в этот аромат можете спокойно использовать для вечера. А вот розовый перец, он вносит ясность и позволяет расставить все по местам, что так необходимо для бизнеса. И поэтому, да, он очень разноплановый, он шикарно звучит. Вот когда проходит этот розовый перец, остается вот такой прям многозначный шлейф. Прям очень богато, шикарно раскрывается на коже. Сам флакон говорит о том, что обладательница – это аромат, это женщина роскошная, очень богатая, шикарный аромат. Идеальный для лидера Арифлейн. Мисс Джордани. Мисс Джордани – это аромат для смелой, гламурной, уверенной в себе. Она, с одной стороны, легкая, веселая, и при этом она энергичная. Да, и у нее, знаете, такой продуманный образ, абсолютно, знаете, как вот у нее и цвет лака там, и цвет костюма, все-все идеально продумано. Джордани Голд Эссенса – это бриллиант в короне ароматов Арифлейн. Просто, ну, the best. The best. Я не буду про него много говорить, есть прекрасный ролик, все хорошо объясняется. Что с ним шикарно, шикарно. В нем очень много натуральных компонентов. Вообще такие ароматы относятся в категории нишевых ароматов. То есть, когда парфюмер работает даже над созданием сырья, это нишевый аромат. И такие нишевые ароматы, они чем хороши, что, ну, они в небольшом количестве создаются, очень дорогие, но он чем хорош, что вы можете его использовать, но вы всегда будете выделяться из толпы в любом случае. За счет натуральности он прекрасно звучит на разной коже, и он хорошо звучит на коже от 17, не знаю, там, до 80 лет. И все клиентки, которых я спрашивала, и лидеры Арифлин, которые попробовали Джордани Голд Эссенса, они все говорят, что когда я его слышу, у меня хорошее настроение. То есть, для нас это однозначно аромат счастья. То есть, это Джордани Голд Эссенса. Ну, и рядом с такими женщинами, так, ну, чуть-чуть, раз успею рассказать, это мужчины. И вот я начну линейку с Voyager. Voyager – это мужчина-путешественник, но это не тот мужчина, который выбирает, знаете, тур в Европу. Путешествия для него – это приключения. И я условно их разделяю. Один охотник, второй рыбак. Мне кажется, понятно. Voyager Spirit – более молодой мужчина. Voyager, ну, темный – это, конечно, мужчина постарше, охотник, да. Это мужчина, который ценит все простое. Для него важно находиться рядом с природой, ценит все натуральное такое. Немногословный, немногословный. Ну, и, в принципе, не стремится там таким каким-то воробушкам казаться, много верещать. Он такой достойный человек, аромат Voyager. Signet – достойная линейка. Аромат Signet – классический. Он относится тоже к группе кожаных ароматов, и поэтому прекрасно звучит на разной коже разных мужчин. Но больше, конечно, смугло его выбирает. Очень благородно, очень бархатно раскрывается. Название Signet переводится как автограф. Конечно, этот мужчина, который не хочет быть ни на кого похожий, то есть он такой яркой индивидуальность. Но вот Signet – Heritage, он еще, знаете, такой, как бы помощнее. Это мужчина-прямо эгоист, для которого важно его мнение, ну, выше, чем мнение окружающих. Вот это аромат Signet – это мужчина, для которой, ну, все вот это выше приведенное, но при этом он очень ценит жизнь, наслаждается каждым моментом жизни, стремится его зафиксировать. Ну, такой вот у него смешинки в уголках глаз. Вот такой человек. Да, возраст и харизма. Flamboyant – тоже это возраст, и тоже харизма. Это мужчина-аристократ. То есть это очень благородные ароматы оба. Flamboyant – это, конечно, мужчина помоложе, посветлее, может быть. Но Flamboyant – классический, это мужчина постарше. Очень так богато оформлен флакон. Это запах роскоши, запах роскоши и запах зрелости. Soul – переводится душа. Мне нравится перевод дух. Я его предлагаю клиентам, как аромат для мужчин сильный духом. Сильный духом. Взрослый мужчина – немногословный. Очень уверенный в себе. Он знает, что у него будет сегодня, что у него будет завтра. Его спокойная уверенность покоряет не только мужчин, она покоряет женщин. И хоть он не стремится, у него такая не агрессивная сексуальность, не стремится там всех покорить, но женским вниманием не обделён. Потому что, да, мы любим очень уверенных мужчин рядом. Manful – долго не могла его понять. Однозначно аромат сексуальный, однозначно аромат такой, как бы, соблазнительный. Но вот прочувствовала в нём запах вишенки, вишенки, и вот сразу всё расставилось по местам. Очень приятно. И у меня есть молодая клиентка, довольно-таки, которая любит его использовать. Сразу скажу, что женщина может использовать мужские ароматы, особенно в том случае, если она является, ну скажем, главой женского коллектива. Этот мужской аромат позволяет ей там доминировать. Ascended – аромат мужчин третьего тысячелетия. Третьего тысячелетия – это мужчина, который прагматик, очень основательный, желает чего-то достичь и быть востребованным. То есть его звезда восходит. Оба они очень мощные. В Ascended так вот такая океанская свежесть. Ascended просто как бы, просто сила чувствуется, ну вот как бы за этими ароматами. Как выглядит модель в каталоге? Что-то можете понять по модели. Например, по цвету волос, по цвету волос и по возрасту. То есть что-то можете понять. Но в любом случае аромат нужно наносить. Наносить и дать ему на коже подержаться. Если через 10 минут он остается, вы его слышите, и он вам нравится. Если через 20 минут вы его слышите, и он вам нравится, то этот аромат на вас будет держаться сутки. И точно такое же правило для выбора клиентов. Так, энигма. Аромат взрослой женщины, аромат такой неприкрытой сексуальности, однозначно темпераментная, аромат он такой завораживает, идет таким богатым шлейфом. Она хочет, чтобы за ней шли, ну за ней следовали. А для, ну сразу скажу, что это взрослая клиентка старше 40 лет, а французы считают, что чем старше женщина, тем больше у нее черт характера, тем она интереснее как личность. И вот во флаконе подчеркивается, что как ты не поверни этот флакон, какой-то грани не видно. Так и женщина старше 40 лет. Все до конца она тебе никогда не расскажет. Поэтому название у этого аромата тайна, энигма. Да, шикарный аромат, хороший букет. Джордани Голд. Классика наших ароматов. Такая, это аромат для женщины очень такой стремительный, очень уверенный. Она такая просто пантера львится. И она поражает женщин своей бешеной энергетикой. Аромат очень мощный, и у него шикарный послевкусие, такого цветочного луга. Но аромат редко выбирают этот молодые женщины. Это аромат взрослой женщины. Джордани Голд, белая Джордани, она помягче, то есть более молодая клиентка и более такое приглушенное звучание, такой итальянский шик. Может быть, да, что, понимаете, есть несовпадение, вот слышу, что мой аромат, может быть, несовпадение. Вот я говорю по возрасту, говорю по цвету кожи, а это может различаться, потому что цвет кожи и возраст – это одно, а запах кожи – это совсем другое. Да, и вот время моё подходит к концу, а я не успела рассказать, скажем, двух третей, у меня много информации. И я хочу вот к этому моменту вернуться. Какой бы ни был рядом с вами эксперт, и что бы он вам не рассказывал про эти ароматы, окончательное мнение об аромате будете составлять вы сами. То есть потому что он по-разному звучит на разной коже. И искусство парфюмера – это не то, что внутри бутылочки. Искусство парфюмера – это тот запах, который будет исходить от кожи. Поэтому кто бы вам что ни говорил, и что бы вы ни прочитали в аннотации, самое главное – это будет ваше мнение. Аромат однозначно должен вам нравиться. Вы должны знать, что мы создаем ароматы, вдохновленные культурой Швеции. Образ Арифлейм уникален. И те люди, которые говорят, так бывает иногда, говорят, что у вас все запахи похожи. Они недалеки от истины в том плане, что у нас компания, за которой стоит одна страна – это Швеция. Но мы предлагаем очень разнообразную коллекцию парфюма, чтобы каждый мог полностью выразить себя в любом случае и в любой одежде. Арифлейм продает косметику, в том числе парфюм глобально, то есть по всему миру. И поэтому, чтобы по всем 60 странам продажи шли более-менее одинаково, у нас в каталоге очень разные туалетные воды. У нас в Средней Азии очень шикарно уходят цитрусовые ароматы. У нас часто жарко, и мы любим почувствовать эту свежесть. Но я знаю, что во Франции цитрусовые ароматы практически не продаются. Они любят шипровые ароматы, которые мои клиентки не очень понимают. Поэтому, когда аромат не продается глобально по 60 странам, он с линии снимается. Поэтому так бывает, что мы сильно любим, клиенты продолжают спрашивать, а у нас каталоги этого аромата еще уже нет. И да, мы продаем ароматы в сотрудничестве с лучшими парфюмерами мира. Ежегодно в мире создается 600-800 ароматов, это говорил Бернар Ильина. По последним данным, ежегодно около 1000-1500 номинований. И многие из них становятся популярными благодаря бренду, как бы следят, что бренд сделал, благодаря мощной рекламе и, самое главное, благодаря нам с вами. То есть нам нравится аромат, мы идем о нем рассказываем, пиарим как можем, и о нем узнают люди. В отрасли парфюмерии есть только один способ создания аромата. Абсолютно все парфюмеры используют одни и те же ингредиенты и смешивают их тоже одинаково. Цена аромата зависит от его креативности. И стоимость его никогда не равна стоимости сырья. То есть такого нет, что если там парфюм стоит, не знаю, 100 долларов, и он в 100 раз лучше парфюма, который стоит 1 доллар. То есть он всегда, стоимость аромата на самом деле всегда меньше, чем стоимость бутылки рекламы и маркетинга. Низкая стоимость наших ароматов объясняется политикой компании Reflame. Это говорил нам Бернар Алина. Девиз нашей компании – это возможности для всех. И для того, чтобы наши ароматы были доступны среднему слою населения, в компании Reflame мало накладных расходов, меньше рекламы, мало очень звезд в рекламе, оказывается даже тоньше стекло, отсутствует золотое тиснение на коробочке. И все это приводит к тому, что да, можно этот аромат впустить по стоимости ниже. Но аромат Reflame, он точно такого же качества, что и ароматы известного бренда, с учетом того, что создают их точно такие же профессионалы. Ну так вот, сколько духов должно быть у женщины? Я думаю, вы поняли. Духов у женщин должно быть как минимум 4, под 4 времени года. А желательно их иметь под каждую смену одежды, под каждый случай. Главный секрет подбора ароматов заключается в том, что вы доверяли сами себе, полагались на свою интуицию. И волшебство правильного парфюма заключается в том, когда вы правильно выбрали свой аромат, вы его чувствуете, становитесь чуть-чуть увереннее, смелее, вы чувствуете себя более красивыми, более желанными. И в этом состоянии раскрываются ваши лучшие качества. Вы становитесь более харизматичными и более привлекательными. Вот это и есть волшебство правильного аромата. Для тех, кому моя информация была полезной, кому особо она понравилась, я привела свой адрес ВКонтакте. Я буду признательна, если вы напишите на моей стене свой отзыв. Спасибо всем большое. Давайте поблагодарим Лилию Кутуева за столь подробный разбор ароматов Ароматов Алифлейм. И при этом смотрите, насколько большая линейка и мы прикоснулись только я так понял, к вершине айсберга всего того, всех тех возможностей, которые есть в компании в плане предоставления ароматов только одних. Давайте сделаем следующую вещь, чтобы подвести какой-то для себя итог сегодняшнего выступления, тем самым выразить благодарность сегодняшнему спикеру. Напишите, пожалуйста, а что самого ценного вынесли сегодня с выступления? И подкрепите это отзывом Лилии за ту работу, которую она вместе с вами сейчас проделала, то, что поделилась с вами своими наработками, секретами. По сути дела, вы сегодня получили мини-заготовки, прям вот мини-презентации, буквально в две-три строчки по каждому аромату, такие волшебные слова, произнеся которые, у вас клиенты, я так понимаю, должны с руками отрывать эти ароматы, заказывать, что, безусловно, будет сказываться у вас и на увеличении товара оборота, и личных продажах. А почему бы и нет? Пусть это будет с пользой. Хорошо? Напишите сейчас самые ценные, что для себя вы вынесли, и в принципе, кто-то спрашивал, есть ли возможность пересмотреть это в записи, есть возможность пересмотреть, по окончании форума вы их получите. Я, кстати, вам рекомендую, возьмите по каждому аромату, который успела Лилия сегодня перечислить, прям зацитируйте, запишите, какими словами, какими вкусными словами можно представить, промотировать этот аромат. И если вы его будете применять, использовать, когда будете общаться с вашими клиентами, я думаю, или даже с консультантами, я думаю, у вас заказы очень-очень-очень сильно вырастут. Итак, пишите пока сейчас свои ценные мысли, которые вы вынесли сегодняшнего выступления. Я напомню, что сейчас с вами была Лилия Кутуева, золотой директор, топ-лидер компании Reflame Казахстан. И мы буквально на одну минуту прерываемся, для того, чтобы я вам подключил следующего спикера, и вам предстоит еще менее интересная встреча. Итак, оставайтесь в эфире, и скоро мы продолжим. Итак, друзья, мы с вами продолжаем. Уже сейчас, секундочку, подключайтесь. Подключайтесь вы, потому что к нам подключился следующий спикер онлайн-форума, и я хочу с удовольствием вам представить Максима Наренко, о котором мы в самом начале уже говорили, и когда вы вспоминали, кто у нас сегодня будет по расписанию. Этот человек очень интересен тем, что, ну, раз у нас форум секретов успеха лидеров Reflame, то я бы сказал так, что у него есть какие-то ключи или секреты о том, как работать с молодежью, с молодыми ребятами, с молодыми девчонками. Вообще у него очень активная молодежная организация, потому что я сталкивался с таким иногда убеждением или вопросом, утверждением, что молодежь, она какая-то не такая. Вот Максим как раз тот человек, который опровергает эти убеждения, не просто не ставит цель кому-то что-то доказать, просто он классно умеет работать с ребятами, причем так, что они показывают и хорошие результаты, и в росте, и в командном взаимодействии. Ну, что тут долго говорить, давайте мы поприветствуем Максима. Итак, сейчас с вами Максим Наренко, старший золотой директор, лидер компании Reflame, и сегодня он с вами поделится секретами, как создать, ну, или даже методиками, как создать насыщенную систему мероприятий для молодежи. Максим, ты уже в эфире, сейчас я подключаю и передаю тебе слово, а всех участников я хочу еще раз поприветствовать Максима, вы, кстати, пошли приветствия, лови в чате. Все, Максим, тебя слышно и видно. Я молодежно, как Максим, уже в эфире, сейчас я подключаю и передаю тебе слово, а всех участников я хочу еще раз подключать. Да, и для того, чтобы тебе не мешала трансляция, поставь там на паузу в окошке, где чат, видео, чтобы тебе это не мешало. Привет, всем привет, подставьте там как-то, меня слышно, видно. Сейчас проверим. Меня слышно? Отлично. Итак, всем привет, всем спасибо, меня зовут Максим Наренко, старший золотой директор, Россия. Не знаю, сколько вас здесь, не знаю, с каких регионов, вот, может быть, вы напишите, какие города, какие страны, кто здесь сегодня собрался, потому что просторы интернета так велики, что, может быть, человек вообще с другого конца мира прекрасно нас слышит, видит. Веду трансляцию с города Ярославль, здесь прекрасный город, здесь развиваем новый регион, вот, соответственно, есть тема, у нас сегодня тема, это развитие, как должна строиться система мероприятий, если вы работаете молодежью и развиваете молодежную организацию. Ну, сразу, ну, давайте несколько моментов по поводу, сначала немножко историю, потом немножко обсудим какие-то общие моменты, потом перейдем к конкретике. Да, все, всех увидел, все здесь, Казахстан, Машкорган, Курган, Беларусь, Рязань, Украина, вот, прекрасно, Павлодар, Белград, Олимпийская область, прекрасно, прекращайте, прекратите, вот, давайте, давайте обсуждать. Значит, итак, ну, маленькая история, да, я начал сотрудничать с Арифлейм в 19 лет, закончил 4 курс мединститута, решил подзаработать денег, решил подзаработать денег на мобильный телефон, никогда не сталкивался, не даже не представлен, не был у меня даже в лексиконе такого слова, как предприниматель, я даже его, в принципе, этого слова не знал, а слово бизнесмен, я где-то слышал, но вообще не понимал, что это за люди, чем они занимаются, и в чем вообще суть, и так далее, и так далее. Вот, хотел устроиться на работу курьером, случайным образом попал не на обычную работу курьером, а на презентацию возможностей Арифлейм, на которой узнал, что вот есть такие вещи, что оказывается, можно в течение года там стать директором, с момента регистрации зарабатывать деньги, что можно построить структуру, что можно реализовывать свои большие мечты, и так далее, и так далее, и тому подобное. Начал сотрудничать с Арифлейм, за годы 4 месяца стал директором с момента регистрации, потом у меня был почти 6-летний период, когда я не смог, не мог стать золотым директором, потому что, не потому что, точнее, звания старшего директора не было, я не мог стать золотым директором, три раза открывал это звание, каждый раз с разными лидерами, и только на третий раз, через 6 лет, после закрытия звания директора, я его закрыл. Очень такой период интересный, очень много узнал, понял, и так далее, и так далее. Потом стал старшим золотым директором, сейчас развивается структура, всю дорогу, с самого начала, я работал только с молодежью, потому что, когда я приходил, мой непосредственный менеджер в 12% Евгения Ширалев, ему было 33 года, мой непосредственный директор Михаил, ему было 27 лет, вот, и я просто, просто, и я, когда начал приглашать людей, я тоже приглашал молодежь, вначале вообще, в основном, моя команда состоялась из ребят, которым было там 15, 16, 17, 18 лет. Потом, конечно, средний возраст, ребят в нашей группе сильно выросли, но как-то так сложилось, что мне было 19, ребята у меня были молодежь, я сам был молодежь, спонсор молодежь, 80% людей, которые были в командах моих спонсоров, моего директора, тоже были молодежь, поэтому, вот, так же так получилось, что я начал работать с молодежью, так с ними, так с ними, только с ними научился в итоге работать. В итоге у меня полностью молодежная организация, в которой 100%, 100% ключевых партнеров, это молодежь, все директора, золотые директора, Наша организация, включая меня, это молодежь, ребята и девушки, которые совершенно разного возраста, это 19, 20, 25 и 27 лет. Сейчас в нашей организации 25 действующих старших менеджеров-директоров. Есть директора, есть старшие менеджеры, есть золотые директора, есть старшие золотые директора. Двигаемся дальше, двигаемся дальше, активно развиваемся. Сейчас у меня структура в трех городах, это Москва, Нижний Новгород, Ярославль, есть большие планы на будущее, в общем, все идет хорошо. Так вот, значит, по поводу молодежной организации. Немножко Александр уже затронул эту тему, дело в том, что я очень много сталкивался с людьми, различными лидерами рефлеем, различных статусов, которые достаточно, ну, в негативном контексте отзываются о молодежи, что, мол, молодежь это такая возрастная группа, с которой не стоит вообще иметь дело, не стоит строить структуру, не стоит с ними работать, потому что они такие все-секие, им вообще все равно, им особо деньги не нужны, потому что есть родители, которых обеспечивают, у них очень нестабильная, у них то любовь, то морковь, то сначала они влюблены им не до бизнеса, потом они, потом они, соответственно, с кем-то расстаются им не до бизнеса, потом еще что-то происходит, что вот, ну, в общем, всегда я слышал негативные, очень много слышал очень негативных отзывов о молодежи, что молодежь, что мол, категория, с которой работать не следует, потому-то, 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 потому-то. С первого момента я стал отвечать таким людям, что из серии что-то из серии, ну, вы не любите кошек, вы просто не умеете их готовить, вот, что-то в этом духе, вот, потому что, как бы, наша практика показывает, что молодежь это прекрасная возрастная группа, в которой есть огромное количество амбициозных, незашоренных людей, людей, которые умеют ярко и интересно мечтать, которые в достаточной степени, ну, как бы, незакрытые, в достаточной степени открытые для новых идей, готовы меняться, готовы расти, готовы работать над собой и готовы притворять свои мечты в жизнь. И всегда с определенного момента у нас сложилось понимание, то есть мы не просто, не просто были такой молодежной организации, с определенным моментом мы стали расти, и у нас сложилось понимание, что же и как должно быть для того, чтобы успешная молодежная организация развивалась. Есть, как минимум, несколько вещей, без которых построить успешную молодежную организацию невозможно. Я всегда называю три фактора, то есть нужно создать систему работы, в которой молодежь бы зарабатывала с самого начала, то есть молодежь, в отличие от людей более старшего возраста, они должны сразу начать зарабатывать деньги. У молодежи должна быть система личного развития, потому что подавляющее большинство людей, которые приходят внутренне, не являются личностями, способными стать директорами, а тем более подняться выше. И третий фактор, который определяет успех молодежной организации, это, конечно, система мероприятий. И вот сегодня мы с вами поговорим более подробно о том, какая должна быть система мероприятий, для того, чтобы ваша молодежная организация или молодежь вашей организации, для того, чтобы она активно развивалась. Например, давайте так. Ну, скажем так, молодежь – это такая возрастная категория, когда людям интересно жить, когда им хочется жить, когда им хочется, чтобы жизнь была как можно ярче, как можно насыщеннее, чтобы были различные интересные события, мероприятия, когда люди готовы срываться с места, когда людям не сидится дома, когда так далее, и так далее, и тому подобное. Дело в том, что образ жизни очень многих людей, в том числе и ребят молодых, он часто в России достаточно однообразен, достаточно серо, достаточно уныл. То есть стандартная жизнь стандартного молодого человека или девушки, студента, например, какого-то института, училища или колледжа в России, это приблизительно протекает по одному сценарию. То есть человек встает с утра, обычно учится на дневном, обычно учеба начинается в 8.30-9 утра, обычно он приходит, обычно он приходит, ну, приходит, встает рано, приходит на учебу, учеба, которая идет до часу, до двух, до трех, до четырех, до пяти, потом человек приходит после учебы домой, а дома у него, ну, если человек такой, ученик, а учится, то у него он делает что-то дома, какие-то занимается дома, вот, потом он или сидит в компьютере, или выходит во двор с ребятами, вот, ну, собственно говоря, все. На выходных это, может быть, иногда клубы, какие-то гулянки по городу или по своему району, вот, крайне редко люди ездят в другие города, крайне редко люди ездят, очень многие люди не ездят за границу, или это происходит очень редко, в идеальном варианте раз в год, вот, мало людей ездят по России, мало людей какого-то разнообразия в жизни. Так вот, и система мероприятий, система мероприятий, вот, для молодежи, она должна быть не просто такой, знаете, хорошей, правильной, где, вот, много обучающих мероприятий, где, вот, постоянно, постоянно люди собираются, обсуждают умные вещи. Это все, конечно, должно быть, но должны быть и мероприятия, которые, которые интересны, которые, которые, которые в какой-то степени добавляют какие-то ярких красок в жизнь человека. Вот это какое-то серое однообразие, они добавляют разнообразие, они добавляют какие-то ноты, какие-то краски, они добавляют какие-то цвета, и жизнь становится другой. Потому что очень часто, как бы, яркость нашей жизни, насыщенность нашей жизни определяется вот этими мероприятиями и событиями, которыми насыщенна наша жизнь. Поэтому, давайте так, система мероприятий для молодежи, она должна быть какой-то насыщенной, не какой-то разноплана. Ну, давайте так. Во-первых, вы прекрасно знаете, что вы, наверное, знакомы, если вы не знакомы, я вам предлагаю обязательно знакомиться. Есть от Тома Шрайтера система психотипов. Она очень простая, потому что там всего 4 психотипа, это 4 цвета, красный, желтый, синий и зеленый. И когда вы работаете с людьми, то очень здорово, есть замечательная книга, называется Тома Шрайтер. «Секретный язык привык, который любит изучать, учиться, узнавать новое». Есть желтые, это люди, которые любят помогать людям, и для них важны отношения. И есть синие, это люди, которые любят веселье, любят визуку, любят какой-то интерес, и так далее, и так далее. И когда вы создаете систему мероприятий, и когда вы создаете систему мероприятий для молодежи, то она должна быть такой. Там должно быть огромное количество мероприятий, которые направлены на вот эти разные цвета. Понятно, что все эти цвета вы учитываете еще, когда проводите презентацию, когда вы начинаете выстраивать отношения с человеком. Понятно, что человеку с красным психотипом нужно сказать, что здесь у тебя будет группа, здесь у тебя будут люди, которые будут тебя слушать, здесь ты будешь зарабатывать большие деньги, ты можешь зарабатывать очень большие деньги, можно миллион долларов за один раз получить, и так далее. Когда вы разговариваете с желтым, вы можете говорить о том, что этот бизнес взаимной выгоды, это бизнес взаимных побед, и ты можешь преуспеть в этом бизнесе, только если ты поможешь людям в своей организации преуспеть. Только если люди в твоей организации будут зарабатывать больше, только тогда ты будешь зарабатывать больше, только помогая людям. Если вы говорите зеленому, то нужно сказать о том, что мы постоянно учимся, мы ходим на различные тренинги, мы ходим на различные семинары, у нас постоянно исписаны блокноты, исписаны ежедневники, у нас многочасовые семинары, выездные, трехдневные и так далее и тому подобное. Если вы говорите синему человеку, а вот если приходит синий человек, то ему надо рассказывать о том, что здесь очень весело и интересно, что здесь постоянно происходят различные мероприятия и так далее. И вот у молодежи этот процент синевы, он достаточно высок. То есть огромный процент людей, которые в той или иной степени синие. И ваша система или ваша презентация, ваша система должна предполагать целую серию мероприятий, которые будут интересны вот такому человеку, который либо имеет вот этот синий психотип, либо человеку, который имеет какой-то определенный процент синевы. То есть ему тоже хочется, чтобы жизнь была какой-то интересной, разнообразной, красочной, яркой и насыщенной. Так вот по поводу мероприятий. Конечно, у нас есть разные мероприятия. Конечно, давайте немножко про них расскажу. Во-первых, конечно, нужны мероприятия обучающие и развивающие. Конечно, нужны вещи уровня мегафорума. Или в следующее воскресенье, 13 декабря, пройдет семинар в Москве «Учись у лучших», куда у нас съезжаются ребята со всех городов. То есть приедут ребята из Ярославля, приедут ребята из, естественно, будут ребята из Москвы, приедет очень большая делегация ребят из Нижнего Новгорода, потому что таких мероприятий за весь год, наверное, больше и... Наверное, за весь год таких мероприятий не было, и, наверное, больше не будет. По крайней мере, я лично не знаю и не присутствовал в этом году ни на одном мероприятии, где бы два представителя президентской команды «Арифлейм» имели бы полноформатные выступления на 40-50 час-полтора. Поэтому, конечно, мы идем на такие мероприятия в Мегафорум. Конечно, мы посещаем большие встречи «Арифлейм», которые проводят филиал. Филиал там зависит, там, Нижегородский филиал, Ярославский филиал, Московский филиал, Москва-Сити. Конечно, мы посещаем семинары, конечно, мы посещаем марафоны, и, конечно, это основа, потому что именно на этих мероприятиях люди принимают решения, именно на этих мероприятиях люди узнают о том, что принимают решения и узнают и осваивают все то, что необходимо для того, чтобы преуспеть, преуспеть в этом бизнесе дальше мы конечно вот такие так то есть такие мероприятия есть дальше есть мероприятия которые являются ну по сути развлекательными но они все равно себе имеет какой-то элемент развития личности потому что каждый раз когда человек делает что-то что он раньше не делал это таким образом расширяет его рамки каким-то образом обогащает его например один-два раза в год в каждом городе в котором есть наша организация мы прыгаем с парашютом и огромное количество людей которые приходят на наши презентации и мы начинают у нас и мы говорим об этом и они говорят что блин вот я все же мечтал прыгать с парашютами она суша почему а почему не прыгнуто на самом деле это не так сложно это один день один день полторы тысячи рублей все и ты прыгнул и ты прыгнешь но по факту почему то у людей так и не находится одного дня находится тысячи тысячи рублей находится вот этой компании с которой можно пойти и реализовать свою мечту давнюю какую-то а здесь человек приходит и еще на презентации он узнает что это как часть системы это каждый год происходит как минимум один раз и если ты с нами ты прыгнешь твоя мечта будет исполнена потому что это каждый год у нас происходит как система вот значит поэтому огромное количество людей то есть достаточно большой процент людей которые хотели это сделать мечтали об этом приходят на презентацию узнают о том что здесь это есть эта система здесь это происходит каждый год иногда даже два раза вот и они стартуют в том числе в том числе из-за того что они услышали это вот и вещь но понятно что если сказать это на презентации и не делать конечно это будет неправильно поэтому естественно это не просто говорится на презентации а это действительно каждый год папа 10 по 20 по 50 человек наши организации едят соответствующие дробь зоны соответствующих городов пригородов соответствующих городов и совершать свои прыжки вот каждый год каждый год у нас проходит джаник например это такой экстрим когда люди забираются на какую-то там вонапорную башню или там заброшенный железнодорожный мост привязывается и прыгают тоже свободное падение прыгают с 25 с 30 с 40 метров вот это тоже для очень многих людей оказывается привлекательная штука потому что это какой-то определенный экстрим он делать опять же в команде он делается весело интересно вот это извините меня на работе сидеть и не перед компьютером залипать и не в контакте в еще одной 100 миллионов раз перегибать какие-то перебирать какие-то фотки кого-то там каких-то профайлов где-то в контакте вот дальше каждый год у нас есть у нас есть предположим там карте или что то еще то есть но есть вот целый ряд вот таких вот мероприятий которые интересны которые ну никакого прямого и даже косвенного отношения к бизнесу не имеют но они важны так вот этот элемент благодаря которому жизнь становится интереснее человек стартуя в нашей организации начиная сотрудничать с нашей организации начинает создавать свой бизнес сотрудничать с компанией рефлей он получает какой-то совершенно новый образ жизни получает вместе вместе с регистрацией вместе со стартом у него начинается у него появляется совершенно образ жизни которого бы у него не было и не появилась если бы он не стартовал дальше дальше есть мероприятие конечно направленные на какой-то какое-то развитие например это каждый каждый год у нас в мае проходит майские шашлыки раньше называлась майские шашлыки сейчас это целые майские испытания потому что эти майские испытания помимо шашлыков и какой-то непосредственно такой посиделочной части очень очень большая программа про проходит веревочные курсы хождение по стеклам побитым или хождение по горячим углям по горячим углям проходят различные тренинги и прочее 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 и вот у нас есть тоже есть целая серия различных мероприятий которые направлены на развитие на 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 личное развитие скажем так вот потом у нас есть мероприятие когда-то все мероприятия которые у нас есть мероприятие который проходит раз в год например каждый год мы ездим на школу актива и школа актива традиционно является тот топ мероприятием года в нашей организации или там раз в год мы идем на мегафорум потому что мегафорум походит раз в год вот но у нас есть мероприятие который например происходит каждый каталог каждый каталог мы проводим мероприятия которые мы проводим поздравительные мероприятия по итогам каталога на котором поздравляем всех ребят которые вышли на новый для себя статус для которых они раньше никогда не были и у кто же там тоже на этом мероприятии это мероприятие проходит достаточно интересное достаточно воодушевляюще то есть после таких мероприятий хочется расти хочется делать наверно любому участнику этого мероприятия потом есть мероприятие который проходит каждую неделю то есть каждый у нас проходят встречи третьего уровня в нашей организации, где директора проводят какие-то интересные, тоже не скучные, не убивающие своей каким-то скукой, то есть интересные, насыщенные мероприятия, которые длятся 1-2 часа. Каждую неделю у нас проходит базовый тренинг. Это 2 часа, это цикл тренингов, с 6 тренингов по 2 часа, это тренинги по личному развитию, когда мы раскрываем тему, каждую неделю раскрываем тему на 2 часа, которая позволяет что-то узнать об успехе и о том, что и как делать для того, чтобы дать понимание, как работать над собой, что делать, из чего складывается успех людей вообще и успех людей с Reflame в частности. Каждую неделю у нас проходит, например, футбол для парней. Сейчас в Москве начали ребята еще каждую неделю играть в волейбол. Каждую неделю у нас проходит в Москве wellness-клуб. То есть люди после того, как закончили все основные мероприятия, встречи третьего уровня, базовый тренинг, планерки, в субботу или воскресенье, в зависимости от того, в какой день это проходит, в какой из выходных, они вот так начинают, начинается вот такой вот спорт. И это тоже интересно, потому что у нас огромное количество парней, очень большое количество людей, которым интересно не просто смотреть по телевизору, а интересно выйти, размяться, позабивать голы. Соответственно, понимаете как, получается, что вот из всего вот этого, всего, что я перечислил, и... Ну да, например, давайте так, еще одну тему важную раскрою, что все наши мероприятия делятся на два типа. Есть квалификационные мероприятия и неквалификационные мероприятия. То есть неквалификационные мероприятия, это мероприятие, на которое может попасть любой человек, то есть независимо от статуса, даже не зарегистрирование и так далее, и так далее. Например, мегафорум – это неквалификационные мероприятия. Ну, в общем-то, достаточно много мероприятий неквалификационных, на которые ты можешь попасть независимо от статуса. Но еще есть и мероприятия квалификационные, то есть попасть на это мероприятие можно только выполнив определенную квалификацию. Ну, например, да, и смотрите, понимаете, как? Квалификационные мероприятия должны быть мероприятия, которые интересны вам, то есть вы не делаете их просто потому что надо сделать, да, надо сделать, а вам самим это по барабану или не нравится. И коллекционные мероприятия должны быть интересны людям, то есть туда хочется попасть, потому что они, ну они классные, понимаете, туда хочется попасть, там хочется быть. Например, если вы, ну например, давайте какие коллекционные проводятся у нас, например, там раз в каталог в Москве, там раз-два каталога в Москве, я провожу мероприятия, например, там, ну они обычно с какого-то процентного уровня по итогам какого-то каталога. Например, есть процент, есть мероприятие, там, я могу проводить какое-то обучение, туда можно попасть только с 9% по итогам, там, не знаю, 15-го каталога. И если вы, соответственно, вы видите на, то есть из нашей организации сюда может попасть человек только если по итогам 15-го каталога у него было 9% и выше. Вот, ну, опять же, в нашей организации есть определенное понимание того, что такое личное развитие, это такая важная часть нашей системы, и человек выходит на, скажем так, то есть люди хотят попасть на эти мероприятия, то есть это люди понимают, что они там действительно услышат что-то важное и полезное. И туда можно попасть только с определенного, с определенного статуса, с 9% и выше. Каждый год у нас происходит целая серия, целая серия выездов в другие города, то есть мы занимаемся тем, что, ну мы разъезжаем по различным городам, причем там, вот, например, в этом году для москвичей, для тех, кто сотрудничает в Москве, было 3 мландерских выезда в другие города. То есть у нас был мландерский выезд с 9% по Владимир, однодневный, двухдневный был мландерских выезд в Нижний Новгород, и трехдневный был мландерский выезд в Казах. И там, и там было очень интересно, у нас есть группа, у нас есть группа, наша организация, это группа ВКонтакте, есть СМК Москва, есть СМК Нижний Новгород, есть СМК Ярославль, где все это выкладывается, где вы узнаете всю информацию, ну, где вы выкладываете все фотографии, все ролики, все видеоотчеты, все это можно посмотреть, все это можно посмотреть, как это происходит. Вот, и, знаете, и люди хотят поехать в город, как с нами, понимаете, ну, понятно, что можно поехать, любой человек может поехать в Казань. Ты можешь взять друга, девушку, маму, брата, свата, там, не знаю, купить билет, поехать в Казань, и провести там, не знаю, 2 или 3 дня, приехать обратно. Ну, во-первых, тут было очень четко, очень я заметил, что ехать куда-то одному или ехать куда-то вдвоем, это совсем не то же самое, чем когда ты едешь в какой-то город с 50, например, единомышленниками. Потому что в Казань приехали ребята из Незумного города, в Казань приехали ребята из Москвы, и вот у нас был квалификационный выезд в Казань в этом году с 15% и выше. По итогам, я уже не помню какого каталога, что-то типа 11 или 12. Вот, с 15% по итогам 11 или 12 каталога и выше можно было ехать в Казань. Вот нас 50 человек, мы собрались в Казань, была какая-то насыщенная программа разнообразная, был аквапарт, было посещение вот этой главной мечети, не называя, потому что боюсь ошибиться в названии или в произношении. Вот, была прогулка по городу, было что-то еще, было что-то еще, было что-то еще, и была такая насыщенная трехдневная интересная программа. Когда мы на машинах приехали, когда мы на машинах уехали, вот, из разных городов собрались в одном, в третьем городе, в следующем году у нас поездка такая в Минск, уже с 18%, в следующем году у нас тоже с 18% такая поездка в Санкт-Петербург, и вот таких менеджерских квалификационных выездов в другие города у нас обычно три в году. Вот, и это очень здорово. Или у нас есть коллекционные мероприятия, например, традиционно, мы уже несколько лет подряд отмечаем менеджерский Новый год. В этом году у нас тоже Минский Новый год с 15% и выше. Мы сняли дом в Подмосковье, 950 квадратных метров, три этажа, бассейн, свое футбольное поле на территории, бассейн внутри дома, там сауны, сколько там, 20 спален. Вот, причем у нас будут, у нас будут, приедут, приедут команда поваров, мы там выбрали из меню, там сколько там, 15 блюд, все продукты привезут, все приготовят, столы нам сервируют, потом посуду помоют и уедут. А у нас, правда, нам просто нужно веселиться, отдыхать. Мы заезжаем в этот дом на три дня, вот, и знаете, почему-то, почему-то люди хотят попасть на этот Минский Новый год. И почему-то люди готовы ради этого делать. И для многих людей, как ни странно, многие люди делают квалификацию для того, чтобы попасть на это квалификационное мероприятие. Конечно, идею квалификационных мероприятий мы взяли у компании Reflame, потому что на банкет не попадешь просто так, на золотую конференцию не попадешь просто так. Конечно, прекрасно, что появились менеджерские конференции. Сейчас у нас на квалифицировалось на Египте из моей организации 9 человек, попало, к сожалению, только 7 из них, в итоге доехали до Египта. Вот, потом, соответственно, сейчас на мегаконференцию в 2016 году у нас квалифицируется где-то 20-30 человек. Вот, то есть, вот, конечно, вот такие квалификационные мероприятия, они, их много, у нас есть квалификационные мероприятия, на которые можно попасть только имея 22%. У нас есть квалификационные мероприятия, на которые можно попасть только с уровня старшего директора. Вот, естественно, есть квалификационные мероприятия, правда, они проводятся не нами, а компанией Reflame, на которые можно попасть только с уровня золотого директора. Поэтому с кем-то из вас мы увидимся в Стамбуле, но не со всеми, потому что мероприятия квалификационные. Вот, ну и так далее и тому подобное. И вот из всех этих мероприятий, которые проходят каждую неделю, какие-то проходят раз в каталог, которые проходят несколько раз в год, какие-то мероприятия являются квалификационными, какие-то мероприятия являются не квалификационными, какие-то мероприятия являются чисто развлекательными, типа картинга или боулинга. Какие-то мероприятия направлены на личное развитие, типа майских испытаний или базового тренинга. Какие-то мероприятия являются чисто обучающими и развивающими. Такие как «Школа актива» или «Учи все лучших» или «Мега форма». Какие-то мероприятия, кстати, являются чисто мероприятиями компании. И очень важно для сетевика, который сотрудничает с определенной компанией, посещать все мероприятия компании, с которой он сотрудничает. И такие, как большие встречи Reflame, например, или какие-то еще внутренние тренинги, которые проводят астмы и сотрудники филиала. Вот из всего этого формируется такой микс, формируется такая насыщенная система мероприятий, и каждый человек, который приходит в нашу организацию, он включается в эту систему. И задача спонсора заключается в том, чтобы человек посетил или квалифицировался и посетил, дотянулся и посещал максимальное количество мероприятий, которые ему на данном этапе доступны. И вот такая система мероприятий является одним из главных элементов вовлечения. Она одним из главных элементов, почему человек включается в эту систему и так далее. Конечно, у нас очень много мероприятий. Почему? Я всегда объясняю, что когда заходит разговор на эту тему, я всегда объясняю, что если вы начали свой бизнес с MLM, но вы не ходите на мероприятия, значит вы что-то не поняли. Потому что MLM это и есть мероприятие. MLM это бизнес мероприятий. MLM это система, в которой человек просто включается в огромное количество мероприятий, включает своих людей в это огромное количество мероприятий. У него появляется вот такой новый стиль жизни. И где-то он там еще между делом занимается бизнесом. Где-то он еще немножко делает личный товарооборот. Где-то он немножко еще спит, ест, развлекается. Где-то он еще немножко, может быть, рекрутирует. Где-то он немножко даже чему-то обучает или делегирует какие-то полномочия. Но это где-то теряется между этим огромным количеством мероприятий. Потому что MLM это и есть мероприятие. Если вы слабо ходите на мероприятия, значит вы еще не поняли, что такое MLM. И вам еще предстоит это понять. Ну, как-то так. В принципе, тему я немножко, считаю, раскрыл. Поэтому, если есть какие-то вопросы по существу, я готов на них ответить. У меня есть на это еще 8 минут. Я на них отвечаю, прощаюсь с вами. И желаю вам в ваших городах, в ваших странах преуспевать, расти, квалифицироваться на конференции и на банкеты. И встречаться нам всем там и зажигать. Давайте. Вот. В Стамбул наши россияне, арифлеймцы, смогут попасть в виде ситуации Турции? Я откуда знаю? Я, а, не Господь Бог, б, не Владимир Владимирович Путин. Вот. Я очень слабо представляю. Я, честно говоря, вообще не смотрю телевизор. Я очень-очень слабо представляю, что там происходит. Честно. Вот. В начале сентября 2016 года. Если это будет через 10 месяцев. И это будет через 10 месяцев. И что будет через 10 месяцев, совершенно неизвестно. Но есть проблема. Проблема в том, что я вот не парюсь на эту тему. А раз у вас возник такой вопрос, значит, вы вот уже сидите и паритесь. И вы отвлекаете свои силы. Я не знаю, полифицировались ли вы туда, что-то так беспокоитесь. Ну, потому что вы уже распыляетесь. Вы уже начинаете об этом думать. Вы уже начинаете на эту тему заворачиваться. Вместо чего? Вместо того, чтобы рекрутировать. Вместо того, чтобы заняться своей группой. Вместо того, чтобы пойти организовать какое-то мероприятие. Вместо того, чтобы пойти и сходить на какую-то встречу. И так далее, и тому подобное. Вот. И провести какую-то встречу. То есть, не или сходить, посетить какую-то встречу. И вы уже начинаете думать. Ах, там в Турции. Ах, у нас конференция. Ах, мы поедем. Ах, мы не поедем. Если мы не попадаем в Турцию по причине вот этой геополитической обстановки. Значит, поверьте мне, что руководство компании «Ликфлэм» предложит нас замену. И эта замена будет лучше, чем эта конференция. Она будет выше уровня. Все. Так, еще вопросы. Тут улетает. Если вы что-то заспрашивали, я не успел ответить. Это все в чате улетело. Поэтому, поэтому, поэтому. А, мероприятие оплачивает спонсор или все скидываются определенной суммой? Ну, конечно, все скидываются определенной суммой. У каждой поездки есть определенный бюджет. И каждый участник, вот. И каждый участник, естественно, оплачивает сам себе. Вот. Потому что мы не имеем возможности оплачивать мероприятие. Вот. Как лучше пригласить? Как оплачивает ваше коллекционное приятие? Вот. Школьники и студенты не зарабатывают. Как им делать личный заказ? Хороший вопрос. Алина Богданова. Значит, отвечаю. Можно заработать деньги. Для этого нужна... Человеку должна появиться клиентская база, чтобы деньги вырекли на продукцию не тратил, а зарабатывал. Конечно, он берет что-то для себя, но он берет из заработанных денег. А зарабатываемых откуда? Вначале в структуру нет. Значит, у него должна быть клиентская база, которая каждые три недели будет выдавать ему заказ на 300, 400, 500, 600 баллов. И вот в таком случае у вас будет... Можно будет с молодежью сварить кашу. А если к вам приходит 17-летний студент, живущий с родителями, вы говорите, Друг мой, давай-ка ты что-нибудь возьми для себя, и желательно баллов на 300. И, конечно, что он говорит? Он говорит, до свидания. Так. Как лучше пригласить молодого человека? Как лучше пригласить молодого человека? Ну, во-первых, лучше его пригласить. Во-вторых, молодого человека, в смысле парня, да? Вы это имеете в виду. Ну, я думаю так, очень многие организации, я заметил, вот где мало мужчин, вот, они очень прям зациклены на этом. У них прям больная тема, что, ой, у нас мало мужчин, у нас мало парней, нам нужно пригласить парней, нам нужно пригласить мужчин. Я мыслю так. Вот. Значит, просто, во-первых, нам нужно на эту тему заморачиваться. У нас вот стиль общения с парнями и девушками единый. Мы, конечно, учитываем какие-то гендерные особенности, но, тем не менее, мы проводим одну и ту же презентацию. У нас нет специальной презентации для 20-летних парней, чтобы они, наконец-то, на пожалуйста пришли. Вот. У нас нет презентации специально для девушек, чтобы их не воротило презентации специально для 20-летних парней. У нас единая презентация, она в открытом доступе, ее можно прочитать, ее можно выучить. Ее можно говорить. Вот. Эта презентация, последняя модификация вот такой молодежной презентации, самую удачную на данный момент, разработала лидер молодежного уровня, старший золотой директор Максим Решедников. Ее можно найти, почитать, прочитать. И вы увидите, что ничего там специально для парней нет. Он просто разговаривает с ними, как с обычными людьми, вот, и не воздыхает по поводу того, что ох бы, ох бы, пришли бы, они пришли бы, как было бы, было бы классно. Ну, надеюсь, чуть-чуть ответил на этот вопрос. Да, просто хочется мужскую команду. Всем хочется, вот, но не у всех есть. Почему кто-то, очень многие девушки, женщины создают вот важность этого. Вот, я в том, что я говорю, хочется, хочется мужчин. На самом деле, надо спокойнее как-то согласиться, понимать, что мужчина тоже человек. Вот, значит, и не нужно по этому поводу как-то загоняться, просто научиться говорить на языке, который в равной степени хорошо воспринимается и парнями, и девушками, и говорить с людьми на этом языке. Пример этого языка, презентация Максима Решедникова в открытом доступе в группе СМК Москва. Ее можно скачать, это лордовский файл на 20 килобайт, который можно скачать, прочитать и, как пример, понять, в каком стиле общаться с молодежью, так, чтобы оба пола, и парни, и девушки воспринимали вас на ура. Так, работаем ли онлайн или оффлайн? Оффлайн, я не люблю слово офлайн, получается, там слово, есть приставка оф, мы онлайн работаем, онлайн. То есть мы работаем глаза в глаза с людьми, а соцсети, например, мы используем только для коммуникации, быстрой коммуникации друг с другом, например, через беседы ВКонтакте, и для того, чтобы пригласить человека на встречу. И то общение с ним в соцсетях идет только до стадии получения его телефона. Дальше идти переходят, идет приглашение по телефону, встреча в сервисном центре. Так, где можно найти презентацию Максима Шетникова, сказал. Так, улыбочки, работа вашей команды. В принципе, все. А, в какой группе? А, группа называется СМК Москва. Эта группа закрытая, но если вы туда добавитесь, мы вас добавим. Вот, всем спасибо, кто... Еще раз повторяю, ВСМК Москва, группа называется СМК Москва. Вот, значит, Волосклуб, значит, это не вопрос, да, потому что если это вопрос, должен быть вопросительный знак. Даже если после слова Волосклуб поставить вопросительный знак, непонятно в чем вопрос. Да, группа закрытая, группа закрытая, но мы вас туда добавим, Надежда Тарасова. Как найти презентацию? Найти. Вот, она там есть. Там не 150 гигабайт информации, чтобы ее не найти. Значит, ее надо просто найти. Вот. Значит, так, ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Все. Всем спасибо за благодарности. Желаю вам всем успеха. Желаю расти, потому что других задач у вас в Replay нет. Только одна, расти. Все, больше не надо. А, что означает СМК? СМК означает сообщество молодых капиталистов. Так называется наша организация. Все, Эдуард, рад был тебя здесь видеть. Желаю Курску, отдельно Курску, отдельного серьезного роста. Так, да, группа ВКонтакте. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо вам, что пришли, что были, что слушали, что учитесь, что развиваетесь. Всех люблю. Пока-пока. Так, давайте еще раз. Еще раз. Пока-пока.